История «Лиза-Алерт» началась 12 лет назад, когда в Подмосковье пропала пятилетняя Лиза Фомкина. Тогда на призыв о помощи в интернете откликнулись совершенно незнакомые люди. Добровольцы приехали на место и начали искать девочку своими силами. Тогда еще не было четкого понимания всех действий, но было самое важное – желание помочь. Девочку не спасли, но эта трагедия стала началом для создания отряда, который увеличивает скорость поиска пропавших. Объединение получило имя «Лиза-Алерт» в честь погибшей девочки и по аналогии с международной системой оповещания о похищенных детях. В нашем округе два отряда – это у нас в Бурятии и в Приморье. Вообще 64 региона, где работает отряд. И в Бурятии в 2017 году из любопытства я съездила на форум отряда, потому что я в то время работала в профессиональной поисково-спасательной службе. Так, Вероника Ерофеева поняла, что в Бурятии тоже должна быть такая организация. Она прошла все необходимые обучения и стала региональным представителем. Для того, чтобы привлечь отряд, я проводила занятия и рассказывала в различных организациях. Во-первых, для меня первыми были это студенты старших курсов наших всех вузов, это федерации спортивные всевозможные и, собственно, опять же через соцсети. За годы работы «Лиза-Алерт» приобрел большой опыт, подготовил достаточное количество инструкторов по различным направлениям. Все новички сначала проходят обучение, знакомятся с навигаторами, ведут поиск удаленно и составляют маршруты. А также добровольцы постоянно выезжают на учения в разные местности. Мы постоянно смотрим, как сделать эффективно, каким образом малыми группами отработать, когда нужно запускать очень большой актив. И за зимние месяцы идет обмен информацией, идет подготовка на базе Центра поиска пропавших людей. И в этот момент надо успевать, получать как можно больше теоретических знаний. Алгоритм работы такой. Сначала звонок поступают на горячую линию. 8 800 700 ровно 54 52. Операторы обрабатывают информацию, берут согласие родителей и полиции. Если никто из сторон не возражает, то отряд организует поиск по специальным методикам. Родственники не всегда согласны, потому что наше оперативное оповещение, оно массовое. Ориентировки, которые попадают в сети, их очень сложно удалить. И очень часто родственники отказываются. Согласно статистике заявок, пропадают чаще весной. Когда на улице теплеет, люди идут гулять и не сообщают об этом родным. Затем следующий период – это сбор дикоросов. Август-сентябрь. У нас начинаются уже пропажи, когда люди блуждают в лесу. И, собственно говоря, тоже в этот период за значительное количество заявок. Ну и потом по мере наступления холодов заявок становится меньше. И этот период, зима, это период у нас активного обучения. Потому что все методики постоянно совершенствуются. На сегодня, за текущий год, отрядом из 60 человек было отработано почти 800 заявок. Но люди нужны всегда. Любой желающий может вступить в ряды добровольцев и помогать в поиске. Направлений в отряде очень много, и каждому найдется работа. Всегда выходить полностью с заряженным телефоном. Потому что это важно, и связь для нас важна. Тем более, что сейчас, если оказались в незнакомой местности, можно позвонить в службу 112, набрать этот номер. И даже если нет связи, то территориально система уже определяет, где человек находится. И дальше уже могут работать наши специалисты лесной связи и локализовать уже местонахождение. С каждым годом количество без вести пропавших растет. Люди уходят, некоторые исчезают бесследно. Вероника Ерофеева убедительно просит, чтобы люди, которые собираются куда-то идти, всегда сообщали своим близким хотя бы приблизительный маршрут. Если отправляетесь в лес, надевайте яркую одежду. И всегда берите с собой воду и еду. Диана Левина, Николай Дулбаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».